Точка 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 Просчета Это информационно-ироническая передача Точка Просчета С вами Дмитрий Виноградов и Андрей Титов В гриле-ресторане Фундукш находится в Таллине по адресу Вильды Т122 Это географически Но виртуально в интернете Фундук.е Заходите, ознакомьтесь с меню Ознакомьтесь с тем, что здесь предлагается Здесь можно не просто покушать Здесь можно заказать целый банкет Причем до 150 человек даже Здесь два этажа, живая музыка по пятницам и субботам Рядом большой бильярдный клуб Пепси бильярд, их всего 4 в Таллине Много столов Русский бильярд, американский пол Снукер Ну и фундук во главе всего этого Но и для многих, допустим, кто проводит Какие-то семейные, например Празднества, корпоративные мероприятия Немаловажно, что тут просторный зал То есть есть где попрыгать, поплясать Или встретить большое количество гостей Танцпол, сцена, профессиональная звуковая аппаратура Для многих это важно, то есть ее не надо брать в аренду Она уже здесь имеется Так что вот так вот, все это фундук, добро пожаловать Может быть кто-то захочет здесь отметить и тот новый праздник С которым мы вас можем поздравить Ну, винограда Праздник этот легко запомнить, потому что Подряд цифры идут 7, 8, 9 Но дальше не 10, а 0 7 890 Дней, именно столько дней На данный момент наша страна Находится в периоде своей независимости Вот так, что Наверное правильно сказать 27 марта действительно минуло Ровно 7 890 дней С того момента, как Эстония восстановила независимость И так получается, что Вот была первая республика С 18 по 40 год И была вторая республика Восстановившая независимость В 1991 году Сейчас непосредственно Она не была, она есть Она есть, да И вот сейчас вторая республика Вот ее период независимости Длиннее, чем первая И президент наш Предложил по этому поводу Новый праздник 27 марта В среду были вывешены Государственные флаги И он назвал это днем Продолжение независимости Но в принципе Тогда это получается Праздник каждый день Я считаю Помнишь Была программа А Ильвес не дурак Нет повода не выпить Опять день взятия Бастилии Но на самом деле Поздравляем Да, действительно Вот есть вот такой Теперь замечательный день Не знаю, будет ли он Традиционно Из года в год Отмечаться Вряд ли Но с другой стороны Теперь можно отчитывать Точные Праздник одноразовый Ну почему Потом можно 10 тысяч Знаешь, уже такие Крупные Такие Цифры Даты Тоже верно Перебираемся На томпе И заглядываем А я даже Хотел бы сказать Перебираемся Ну Правильнее Было бы сказать Вспоминая наши Предыдущие программы По вот этим Выгбыинам на дорогах Да Сегодня как-то Про дороги Ничего Но это тоже Про дорожное движение Я бы так сказал Газета Снова Озадачилась Вопросом Кто из депутатов Парламента Это нарушает Действующее законодательство Оно Напомню Запрещает Разговаривать По телефону За рулем И засняла В частности Генерального секретаря Центрической партии И члена Риги Когу Прита Тобола Который За рулем Разговаривает По телефону Таким вот образом Он Был запечатлен Вот на этой фотографии Да Напомню Что некоторое время назад У нас еженедельник КСТ-Экспресс Ну в общем-то ЕСТ-Экспресс Пяевалехт У них одна редакция По сути там Один концерн Они в связке работают Тогда ЕСТ-Экспресс На такой эксперимент пошел Он фотографировал Около здания парламента Многих депутатов Подъезжающих на своих автомобилях И выяснил Что практически все За рулем разговаривают по телефону Но Прит Тобол конечно Очень любопытно Объяснил газете это Он сказал Я точно не говорил По телефону за рулем Держать его в руке Совсем другое дело Сказал Прит Тобол Ну дескать Он пользовался системой Канцфри А телефон просто держал в руке На это хотелось бы Обратить внимание Уважаемого генсека Центрической партии Что по новому закону О дорожном движении Ступившему в силу С 1 января 2012 года Даже держать телефон в руке Находясь за рулем Затыщено Ну это так вот конечно На всякий случай Шпилька Сыронизировать На самом деле Каюсь Признаюсь Я сам постоянно разговариваю По телефону за рулем Причем я считаю Запрет на разговоры По телефону за рулем В общем-то Достаточно надуманным Но смотри А не боишься ли ты того Что вот сейчас ты взял Признался И тебе пришлют Счет по адресу Где ты проживаешь Потому что например Когда какая-то газета Или портал Дельфи Я уж не помню точно Сейчас не буду уточнять Сфотографировал С номерами машин По моему разослали Людям болтавшим По телефону Счета соответственно Но они имели Конкретные доказательства В виде фотографий А тут извините Ты только что на камеру Сказал Да еще и извинился А у меня Может и машины то нету Понимаешь Вот как мне штрафы Прислать Кстати есть такая история Я бы сделал Вот честно Я бы сделал Такое разграничение В законе наверное Что Запретил бы разговаривать По телефону Тем у кого машина Не с автоматической Коробкой передач Потому что тогда Действительно неудобно Получается ты в одной руке Держишь телефон В другой ты держишь руль И должен переключать скорость Когда ты едешь на автомате Вот У меня есть опыт Езды на таком и на таком автомобиле Когда ты едешь на автомате Ты на эти лишние движения Совершенно не Отвлекаешься И поэтому можно спокойно Разговаривать по телефону Когда ты едешь на автопилоте Тогда что Кстати Входят разговоры о том Что могут отменить Вот эти штрафы То есть Которые сейчас Есть за Там вообще там Просто замечательная новость По степени своей абсурдности То есть Кто то из представителей полиции Рихо Тенок Рихо Тенок Да он кто у нас Комиссар Комиссар отделения охраны порядка Департамента полиции Так вот Ну зачитай как бы всю цитату Ладно я не буду по памяти Полностью нет Он рассказывал Он рассказывал о том То есть Новость вообще говорила о том Что отменят Вот как бы все эти дела Якобы можно будет Точнее болтать нельзя Но штрафов не будет И он рассказывал Что у нас вообще все это Уже имеется много лет Не с 1 июля 2011 Еще в прошлом ПДД говорилось Что по мобильному телефону Нельзя говорить за рулем Но теперь это распространилось Также на держание телефона В руках Он кстати Приводит пример о том Что англичане провели исследование Согласно которому Многие пешеходы Получают травмы Как раз когда болтают По телефону Пешеходы То есть они не обращают внимание На дорожное движение Ну вот все что творится И пешеходы Ну и в принципе Наверное проводят аналогию С тем что значит с водителями Примерно такая же история Нет У меня больше всего По степени абсурдности Удивила вот эта фраза Что это будет запрещено Да Но наказывать за это не будут Да То есть сделают ай-яй-яй И строгое с выговором С занесением в личное дело Не ну а как это Это без толку тогда получается Знаете Воровать у нас нельзя Но наказывать за это не будут Убивать пожалуйста тоже нельзя Но наказывать не будем Так и будет Ну примерно так То есть получается что если нельзя Но очень хочется то можно Вот примерно так Да вот поговорили мы О движении дорожном Поговорим теперь о движении Ну как бы знаешь Движение жизни Непосредственное движение О поступательном движении Вперед Ну да Хотим Ты хочешь Я еще не в курсе о чем Да я хочу поздравить Нашего лыжника Андруса Верпалу Я почему-то начал сейчас Говорить об этой новости Подумал что ее Нужно было в хорошее наверное Внести Хотя с какой стороны Посмотреть Значит Андрус Верпалу Был обвинен Антидопинговой комиссией В том что якобы Употреблял когда-то допинг Он несколько лет не занимался спортом То есть фактически Спортсмена вычеркнули В принципе он тогда же Объявил о завершении Своей карьеры Ну а если бы не объявил Да то есть он не имел права Выступать на этих соревнованиях Да то есть он не получал бы Какие-то премиальные Какие-то деньги От спонсоров Там зарплаты От олимпийского комитета И еще что-то Вот Два года тянулась Вот вся эта история Даже чуть-чуть больше И теперь объявили Что Дескать Не принимал Андрус Верпалу Допинг Похоженный в счету Решение международного арбитража Оно такое Очень двусмысленное То есть с одной стороны Говорится что Он выигрывает дело Против антидопингового агентства Всемирного И антидопинговые агентства Должны ему покрыть Судебные издержки Это с одной стороны С другой стороны В судебном решении И как адвокат Верпалу сказал Это было своеобразным компромиссом Сказано что Он употреблял гормоны роста И не исключено что Дело еще будет подано На апелляцию То есть с тем Чтобы антидопинговое агентство Попробовало Со второй попытки Выиграть Доказав что Он этими гормонами роста Злоупотреблял И на мой взгляд Ситуация тут такова То есть Я конечно безумно рад За Андруса Верпалу Что его оправдали Мне очень симпатичен Этот человек Как спортсмен Этот олимпийский чемпион Да Как спортсмен Как просто даже Как человек Бывают люди Знаешь неприятные Что называется На лесу ужасные Может быть добрые внутри Да Вот Верпалу такой Ну симпатичный человек Он мне в этом отношении Глубоко симпатичен Но Я придерживаюсь Очень такого Серьезного убеждения В том что Все спортсмены что-то жрут И Вся современная Весь современный спорт Он На медицине Очень жестко подвязан И вопрос лишь в том Кто что жрет И насколько умело Фармацевты Смогут это спрятать В организме спортсмена Чтоб это не выявили Различные тесты Вот и все Очень двояко Даже сам Андрюс Верпалу Прокомментировал это решение О том Которое вынесло Антидопинговое агентство Он сказал Я надеялся на позитивное решение Но так же был готов И к противоположному Ну Ну это Знаешь Перефразированная Русская поговорка За кое-что дышло Ну да Типа того Ну если говорить о лыжах То интересная Достаточно Заметка На портале Дельфи была опубликована Называется Российский журналист Написал статью О встрече С Ансипом На лыжне У меня кстати Даже имеется фотография О лыжне Ну это Скажем так Скан с этой статьи Дневник марафонца Вышел из лесу премьер Называется статья Автор Андрей Чапакин Тарту Отепепетербург Говорится Здесь Вот именно Таким маршрутом Следовали журналисты Чтобы написать эту заметку Про нашего мальчика Да А заметка Дельфи Рассказывает о том Что на прошлой Пресс-конференции правительства Просматривая почту Через планшетный компьютер Премьер-министр Радостно улыбнулся А позже Пояснил Что ему прислали Статью о встрече С российскими журналистами На лыжне В Отыпе Происходило это во время Тартовского Лыжного марафона Чапакин Автор статьи Пишет Что в штабе Журналистам указали На лучшую точку для съемки Где нужно было стоять Они туда добрались И на участке Посреди леса Подошли к лыжнику В форме эстонской команды Дальше цитирую Крепко сбитый мужчина Средних лет Ответил им по-русски И сказав Что он не местный Подробно объяснил И показал на карте Куда идти На прощание Лыжник спросил Кто они и откуда Журналисты из Петербурга А вы Ответили фотографы Премьер министр Эстонии Андрус Айсип Представил Айсип Классно Мне это все очень напомнило Это стихотворение Милая домашняя история Стихотворение Твардовского Ленин и печник И ты Кто там ходит лугом Кто велел топтать по кос Из плеча на всю округу И поехал И понес Я даже нашел Это стихотворение Дальше Значит там Печник Увидев Что топчет Кто-то луга Начинает на мужика Грубо говоря Наезжать Цитирую Но печник Душа живая Знай меня Не лыком шит Припугнуть еще живая Как фамилия Кричит Тот вздохнул Пожал плечами Лысый Ростом невелик Ленин Просто отвечает Ленин Тут и сел старик Вот примерно Такая же история Произошла С российскими Журналистами И антипом Который Вышел из леса Но история на самом деле Очень милая Слушай Приходила ли тебе Домой На твой домашний адрес Или может быть Кому-то твоим знакомым От наших Сексуальных Ну как принято сейчас говорить Друзей Да Бумажка Ты так издалека зашел Да Ну в общем фонд Есть некий фонд у нас Который называется В защиту семьи и традиций Да Вот Наверное А есть и такой фонд Да, есть и такой И разослали они петицию В которой предлагали Подписать Петицию В которой говорилось О том, что законопроект Который сейчас принимается Это начало деградации общества Следующим этапом станет признание Гомосексуальных браков И суд над теми Кто решится высказать таковым Осуждение Ну а законопроект Ну собственно говоря О сожительстве Вот он вот сам Приходила тебе такая петиция? Нет, мне не приходила А мне приходила Это забавная бумажка Ну что Где-то лежит сейчас В помойном ящике Дожидается Того момента Когда будет вынесено Я вижу Как издали Мораль сей басни Мораль сей басни Мораль сей басни Такова Виноградов иногда Все-таки выносит мусор В своей квартире Не, ну тут просто на самом деле Очень много интересных комментариев По поводу всего этого Появилось Например Маркус Ярви Ивар Вогла И то есть такие люди В нашем государстве Не рассказывают Что истинная цель Гомодвижения Изменение моральных ценностей И формирование веками Принципов нашего общества Если мы немедленно Не выступим в защиту Традиционной семьи Нашествие гомоидеологии Вообще Сколько интересных слов Появляется То есть ко всем Добавляешь вот эти 4 буквы И появляется Совсем другое слово Совсем другим значением Вот Радикально изменит Эстонское общество По мнению одного из сталинских Геев Антона Дальше самая вот Моя любимая фраза Имя изменено Знаешь Как будто если бы не изменили Все бы узнали Там Владимира Или там Маркуса Или еще кого-то Зачинщики А может По мнению известного По мнению Таллиннского гея В скобках Ориентация изменена Зачинщики акции По сбору подписей Против признания Сожительства Однополых пар Сами ведут общество К пропасти Лидер открытой республики И член совета Правоправительственного Ого Центра по правам человека Не путать С центром информации Опять таки В скобках написано По правам человека Короческий пацан Евгений Криштофович Ничего Особенно в законе о сожительстве Не видя Только логику Но вот видишь Сколько интересных комментариев Оказалось бы Такая простая Штука Если о традиционной семье говорить То Любопытная статистика Появилась На этой неделе Данные Евростата Количество детей Рожденных Вне брака Эстония По этим показателям Идет на первом месте В Европе То есть Почти 60% Детей Рождающихся В Эстонии Рождается у родителей Которые официально свои отношения Не зарегистрировали Но Больше половины Таких детей Так же в Словении Болгарии Франции Швеции Это по порядку Ты читаешь После Эстонии А если брать Вот такие страны В среднем по Евросоюзу 39,5% Это показатель А вот страны Где Исторически сильное Влияние религии Например Католическая Хорватия Там 14% Детей Вне брака Рождается Ну а православная Греция Там По этому показателю Лучше всех в Европе смотрится Там всего лишь 7,4% Детей Рождается Вот ты сказал Где сильная Где сильная У нас кончается просто время Да Уже коротко просто Буквально вот изменения За последние 20 с небольшим лет В 90-м году 27% детей в Эстонии Рождалось вне брака Сейчас 59,7% Все на этом Первая часть закончилась Но мы продолжим После перерыва Гриль-ресторан Фундук Бокал вина Классическая европейская И кавказская кухни Гибкие цены И выгодные предложения Отведайте приготовленное На углях мясо Кроме того Здесь самый большой выбор Горячих блюд в городе Любители рыбных блюд Оценят бэйби-форель Или рыбу-дорадо Для торжественных мероприятий Специальное банкетное меню Фундук может принять до 150 гостей Двухэтажный просторный зал По пятницам и субботам Живой вокал Адрес в интернете Фундук.ее Почувствуйте Почувствуйте приближение весны на мызе Сака Специальные предложения действуют до конца апреля Скидка 20% На дневную аренду Всех конференц-залов Мызы Сака Релакс пакет 119 евро На две ночи На двоих Обычная цена пакета 220 евро Спа пакет Все лучшее женщине Одна ночь 117 евро При бронировании пакета Дополнительную ночь Получаешь в подарок Подробности на сайте 3w.saka.vei Мыза Сака Жемчужина Балтийского Гринга Телеканал Арсен и игра «Улыбка Фортуны» представляют розыгрыш «Лизон» Для участия наберите в мобильном телефоне через пробел два ключевых слова For or send И отправьте их на короткий номер платной линии 13 013 АВТОКОН РАДИО ДАЛЬЯ АВТОКОН РАДИО ДАЛЬЯ ТЫЧКА 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 Просчета Продолжаем информационно-ироническую передачу «Точка просчета» в «Грилле»!» В Виль-Ресторане Фундук мы сегодня находимся, Виль-ДТ-122, я тебя все-таки перебил, наверное, ты хотел сказать что-то важное до перерыва, а я сказал, что у нас больше нет времени. На самом деле, мне кажется, да, действительно важное, ты рассказал про... На самом деле, мне кажется, да, ты меня перебил, мне так кажется. Ты рассказал про одну статистику, я расскажу про другую, но меня удивили эти цифры, в Эстонии свыше 190 тысяч жителей не владеют государственным языком, это получается практически каждый пятый-тиро каждый шестой. Каждый шестой. Каждый шестой, да. Каждый шестой-каждый седьмой. Каждый шестой-каждый шестой с половиной. Согласно полученном в ходе последней переписи населения, в нашей стране 190 тысяч не владеют эстонским языком, причем женщин среди не владеющих больше, чем мужчин. 98 тысяч, соответственно, женщин, и 92 тысячи мужчин не владеют. То есть, интересно, на каком уровне не владеют? То есть, вообще не понимают ни пык, ни мык или все-таки... Это же результаты переписи населения. Ну, там все-таки должно, наверное, как-то оговариваться. Я думаю, что это имеется в виду средний уровень. Но все-таки цифра 190 тысяч, согласись, такая... Большая. Большая, да. Да, и хочется спросить, а где они, итоги вот интеграции, где они вот эти вот курсы, там вот эти языковые, где это все? Куда это все делать за 7 тысяч 890 дней? К ответу, к ногтю. Да. Сюда. В результате переписи выяснилась еще и такая любопытная вещь. Как ты думаешь, какая самая популярная профессия в Эстонии? Строитель? Нет. Вторая попытка. Продавец. Да. Самая популярная профессия в Эстонии – это продавец. Продавцов больше всего. Ну, по крайней мере, во время переписи на вопросы переписчиков люди отвечали именно так. Но это еще раз доказывает, что, в общем-то, у нас страна, чья экономика во многом базируется именно на сфере услуг. Потому что реального производства какого-то здесь не так много, а сфера услуг, она действительно доминирует. Иногда продавцы продают сами, того не ведая, что они продают. И оказывается, что в Эстонии тоже, как и во многих других странах Европы, продавались говяжьи консервы с содержанием камины. Вот такая вот история. Хотя, в принципе, когда-то, там еще неделю назад были данные, что ничего подобного нет. А нет, нашел департамент, определенную партию, которая пришла, по-моему, из Литвы к нам. И всю эту партию, а именно 7200 коробок, забрали. Ну, ты меня перебил, я хотел про перепись еще продолжить и про профессии. Дело в том, что выяснились еще и редкие профессии. Ты хочешь спросить у меня, какая самая редкая? Ну, например, президент Эстонской Республики. Кстати говоря, нет. Судя по тем данным, которые были здесь представлены, ну, ведь, понимаешь, они же базируются на тех ответах, которые были даны переписчику. И если у Эльвиса спросили, какая ваша профессия в ходе переписи, он мог сказать все, что угодно. Очевидно, он не сказал, что он президент, потому что в итоговой таблице, которую публикует портал Дэфи, этого нет. Ну, интересно. Самая редкая профессия, представитель которой всего один, по итогам переписи, опять-таки, это член сообщества по проведению досуга. Закрутил, да? Я скажу, что Виноградов иногда проводит какие-то мероприятия. В сообществе, да? И в этом отношении он тоже может считаться членом сообщества по проведению досуга. Так что... Тоже редкая профессия, да? Редкая профессия. Ну, а еще что? Дальше что-нибудь такое. Водитель грузовика для перевозки животных. Два человека. То есть, понимаешь, просто водитель грузовика... Не проходит. Не проходит. Обязательно должна быть такая квалификация, как водитель грузовика для перевозки животных. Ну, правильно, это определенное умение. Опять-таки, старейшие на районов и сельской местности. Три человека. Ну, вот это то, о чем я говорю. Или фермеры, которые выращивают урожай только для себя. Три человека. Фермеры, которые выращивают скот только для себя. Три человека. Причем это, наверное, разные люди. Три и три. Но здесь же в перечень редких профессий попали, в общем-то, и наши коллеги. И мы с тобой. Ведущие на радио и телевидении. 171 человек. Согласно результатам переписи. На самом деле, очень много. Если так разобраться. Ну, да. Причем, учитывая, что... Почти сколько продавцов. Да. В ходе той же самой переписи. Я, например, на вопрос, кем вы работаете, ответил просто журналист. Я думаю, что многие ведущие радио и телевидения ответили точно так же. Радио ведущие, да. Представьте, сколько у нас вообще радио и сколько у нас телеканалов в Эстудии. Дальше. Я могу сказать, сколько у нас счастливчиков таких вот денежных. Ну, если не считать тех, кто реально зарабатывает. Вот, вот, честным трудом, да, вот, себе хорошую зарплату, да. Молодой человек из Хариума выиграл на прошлой неделе 768 712 евро. Это один из крупнейших выигрышей, если не самый крупный. Но, если в кронах, то это больше 10 миллионов. Вот. Именно такую сумму он выиграл. И буквально на следующий или через день пришел в Эстилотто, чтобы оформить выигрыш, купленный в интернете билет. Предъявил его и рассказал немножко о себе. Оказалось, что в связи с финансовыми трудностями молодой отец, именно он выиграл, собирался поехать на заработки за границу. Но теперь, я так понимаю, что подождет некоторое время, может быть, за границу и поедет, но уже не на заработки, а наоборот, чтобы отдохнуть и немножко потратить. Из вот этих 700 тысяч, что ему достались даже больше. Нельзя призывать играть в азартные игры, тем более с государством. Ну, немножко мы так вот позавидовали по-доброму. Кому-то повезло. Хочу остановиться на одной истории, о которой пишет еженедельник МК «Эстония». О том, что происходило на детской дискотеке. Вот вы вообще, дорогие родители, знаете, чем ваши дети занимаются? В одном таллиннском клубе, называется он «Арена-3», это бывший террариум, проходила дискотека для детей и подростков от 12 лет. Ну, вот картинка, в общем-то, очень красочно передает о том, что происходило в этом клубе. А на самом деле случилось вот что. Ведущий объявил конкурс. Задание для девушек – совращать парней под музыку. Победительницы обещают суперприз и дальше играет песня, извините, из песни слов не выкинешь, песня «Грязные шлюшки будут наказаны». И вот под эту музыку трое девушек раздевают троих парней. Креативно подошли, да? Да. В конце конкурса парни остаются все, что называется, топлиц. Да, у двоих расстегнутой ширинки, третий вообще без штанов стоит. И видео со всем этим безобразием было выложено в YouTube, собственно, где на него журналисты обратили внимание. Ну, потом, конечно, когда стали связываться с организатором и так далее и так подобное, видео и фотографии с вечеринки оперативно удалили, но все было скачано, документальные доказательства остались. И, конечно, история, на мой взгляд, такая неоднозначная. С одной стороны, мы понимаем... Там несовершеннолетние были, да, именно? Да. Что сегодня несовершеннолетние, ну, там, люди в 17-18 лет, они уже без нас все знают. И как грязные шлюшки могут быть наказаны, и что вообще происходит на взрослых мероприятиях с участием дяди-теть, да? Но все-таки, если это заявляется как дискотека, там, от детей с 12 лет, ну, я бы не хотел, чтобы мои дети в 12 лет попали на такое мероприятие. Да, не дай бог. Собрание квартирного товарищества в Пыхе-Таллине, двоеточие, таскали друг друга за волос, а потом решили взять миллионный кредит. Вот такой вот заголовок был на одном из порталов. Я зачитал, скажем так, скопировал рассказ того человека, который вел это собрание, он говорит, я вел самые разные квартирные собрания, вот. Но одно из них было в Пыхе-Таллине, в доме, где теперь 180 квартир в общей сложности, а когда-то это было общежитие. Оно проводилось в подвале, трубы протекали, время от времени пробегали крысы. Это просто, знаешь, я не знаю, фильмы Тарковского какие-то, я не знаю, что... Да не Тарковского, хищоком попакивает. Хищкока, да. Кворум собрался. Кворум собирался с вечера. Большинство участников, в основном, женщины средних лет... Нет, 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 начинался должно так. Смеркалось. И кворум еще не собрался. Да, знаешь, и свет тухл. Медленно. Ну вот, большинство... Так, я потерял... Кстати говоря, надо отправить эту заметку голливудским сценаристам. Большинство участников... Они бы сняли какой-нибудь триллер под названием «Квартирное товарищество». Да, да. В основном, женщины средних лет находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Слушай, ну это уже не смешно даже. Меня пригласили вести собрание, но мне постоянно приходилось разнимать дам, таскавших друг друга залов. Рассказал Игева, вот его фамилия. Игева, это председатель союза квартирных товариществ. Да, да, да. Однако собрание закончилось результативно. Было выбрано новое правление. Решено взять кредит в размере миллион крон. Тут сразу чувствуются, знаешь, такие фильмы 30-х годов. Знаешь, типа веселые ребята, да? Которые всегда... Легко на сердце, подписи. Абсолютно. Взять кредит в размере миллион крон. Игева добавил, что после данного собрания дела у товарищества пошли в город. Но я думаю, там дам, находящихся в таких состояниях, было нетрудно уговорить. Нет, вообще, квартирные товарищества, это наша песня отдельная. Мне по работе приходится довольно часто сталкиваться с различными жалобами, разборками в квартирных товариществах. Так вот, я скажу, что то, что здесь описано... Детский сад, да, еще. Это еще детский сад по сравнению с тем, что бывает. Потому что, как один мой знакомый метко заметил, квартирные товарищества, это террариумы единомышленников. Вот, так оно и есть. Хорошо. Винограф, я знаю, что ты любишь передачу «Что, где, когда?», и вот тебе как знатоку вопрос. Ты бы мог мне ответ хотя бы перед записью дать, чтобы, ну, знаешь, там, где появилось. Нет, это на логику, понимаешь? Заголовок новости. В прошлом году эстонские пчеловоды произвели примерно тысячу тонн меда. Что тяжелее, тонна меда или тонна... Дурила, послушай до конца. Итак, они произвели примерно тысячу тонн меда, но продали больше. Внимание, вопрос, как это возможно? Слушай... Включай фантазию, воображение, логику. Мне почему-то сразу вспомнилась история, когда мы переходили на евро или что было. Нам нельзя было сахар закупать больше, чем надо, да? Закупили все-таки больше, чем надо. Когда в Евросоюз вступали. Да-да-да, вот такая история. Слушай, ну, наверное, у них осталось позапрошлого года где-нибудь в запасниках. И счет становится 1-0 в пользу знатоков, а зритель, приставший нам этот вопрос, проигрывает к следующей новости. Да, они прошлогодний запас еще реализовывают. Ну, название новости такое просто абсурдное, поэтому я обратил на нее внимание. Департамент опубликовал список спонсоров криминального мира. У нас есть фотография. Лидирует Ида Вирума. Налоговый таможенный департамент на своей страничке в интернете сообщает, что торговля контрабандными сигаретами приносит преступникам прибыль в размере 40 миллионов евро в год. А на деньги, недополученные в виде налогов, можно было бы финансировать 111 бригад скорой помощи, приобрести для спасателей 105 автомобилей и так далее и тому подобное. И далее призывает к совести граждан, которые покупают вот эти самые сигареты без акциза. Кстати, смотри, вот как интересно. Недавно была опубликована эта статистика относительно того, какой процент населения в странах Балтии готов покупать и покупает, собственно, контрафактные продукты. В Эстонии около 30%, в Латвии больше 50%, а больше всего в Литве, что меня удивило. Давай подумаем, почему. Наверное, там как-то меняется географически, скажем так, мнение людей ко всему этому делу. Ты знаешь, один мой знакомый националист, он склонен очень многие вещи такого порядка объяснять большим присутствием, ну скажем так, некоренного населения. То есть там, где русские, по его выражению, большинство из них относятся к категории гомосоветикус, то есть человек советский, совок, попросту говоря, там, значит, такие показатели велики. Если, в общем-то, посмотреть на вот эту статистику, что в Кохлоярве, в Нарве больше всего любят контрабандные сигареты, то получается, что действительно, там, где русских больше, там больше контрафактного товара используют. Но в Литве, как известно, литовское население, оно, ну, удельный вес, скажем так, коренного населения, он гораздо больше, чем в Латвии или в Эстонии. Вот как тогда этот феномен объяснить? Не понимаю. Ну и вот налогу того множенный департамент призывает к совести граждан, пользующихся контрафактной продукцией. Покупая контрабандные сигареты, вы невольно становитесь спонсором криминальной деятельности. А что же будет завтра? Может, завтра вы станете лояльным к мелкому воровству, а послезавтра начнете поощрять сутенерство? Спрашивает налоговый таможенный департамент. Да, 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 ответили жители Нарвы. Ну, наверное. Еще одна такая новость, ну, просто она привлекла мое внимание, как забавная. Зеленый рейсовый автобус столкнулся с красным. В пятницу в Таллине на улице Лайкма рейсовый автобус зеленого цвета столкнулся с остановившимся красным автобусом. И очень понятная фотография, на которой видно, что здесь нет красного автобуса. И что, собственно, произошло, остается тайной за семью пихатьев. Ну, а я заглянул на портал Тарбия24. Читательница портала Тарбия24 интересуется, почему зимой и особенно весной чешутся ноги в районе ногтей. Извиняюсь. На что отвечает врач? Кожа является очень чувствительным органом и становится еще более чувствительной с приходом весны. Холодная погода и частое принятие душа сушат кожу. Особенно чувствительны холоду пальцы, но кожа становится чувствительной и может начать чесаться. Если это происходит, нужно пользоваться увлажняющими кремами. Очень полезная формация. Тарбия24. Я предлагаю просто такую рубрику «Полезная страничка» ввести. И последняя новость под занавесом. Совсем последняя. Новость хорошая. Давай. У меня есть хорошая новость о том, как совершенно случайным образом бабушки помогли сэкономить 10 тысяч евро. Внимание патруля охранной фирмы на автозаправочной станции в Таллине привлекла внимание женщина, которая выглядела как-то очень растерянной, расстроенной, суетливой. Когда к ней подошли и подрисовали, все ли у нее в порядке, она сказала, что у нее возникли проблемы со снятием денег из банкомата и срочно нужно снять 10 тысяч евро. На что, спросили охранники. Оказывается, ей позвонили, сказали, что ее внук якобы совершил аварию. Сам он сейчас говорить не может, но если она хочет его, грубо говоря, отмазать от этого, то нужно принести 10 тысяч евро. Ну, распространенная схема мошенничества. Охранники, представители охранной фирмы сразу это поняли, сообщили в полицию. В общем-то, сэкономили таким образом бабушке 10 тысяч евро. И в этом новость хорошая. А зрителям нашим предупреждение, не ведитесь на такие провокации. Это очень распространенный способ мошенничества. А еще, что меня приятно удивило, то, что у простой бабушки вот так запросто на счету было 10 тысяч евро, которые она готова была снять с банкомата. Наверное, мошенники тоже обратились не к простой бабушке. В этом смысле-то сам понимаешь. Черт его знает. Сегодня, кстати, уникальная передача, хочу я тебе сказать. Почему? Потому что у нас не было ни одной новости из-за границы. То есть мы говорили там о каких-то рейтингах, где Эстония, на каком месте другие страны. Но именно новость, которая целиком пришла из-за рубежа, сегодня в нашей передаче отсутствовала. Вот такая вот интересная неделя была в нашей стране. Может быть, потому что отсутствовал белобровцев. До встречи через неделю. Были мы в ресторане «Фундук». Это вильдт122, www.funduk.ee в интернете. Заходите сюда, где можно как маленькой компанией от обедателя отужинать, так и провести время большой компанией. Вплоть до 150 человек. Столько здесь может вместить банкет. Добро пожаловать и приятного аппетита. Программу провели Дмитрий Виноградов, Андрей Титов. До свидания. Пока. Гриль-ресторан «Фундук». Бокал вина, классическая европейская и кавказская кухни. Гибкие цены и выгодные предложения. Отведайте приготовленное на углях мясо. Кроме того, здесь самый большой выбор горячих блюд в городе. Любители рыбных блюд оценят бэйби-форель или рыбу-дорадо. Для торжественных мероприятий специальное банкетное меню. «Фундук» может принять до 150 гостей. Двухэтажный просторный зал. По пятницам и субботам живой вокал. Адрес в интернете «Фундук.ЕЕ». Просчет.